Включил я замедление полное Возможно он победит наступу по времени Ладно, давайте мы добавим ему несколько бфбшек на карту Так, 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 так Это просто, чтобы он не успевал все это дело схавать Так, 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 замечательно, замечательно И здесь мы тормознем Так, мне просто не нужен этот деф, так и так Я его чисто ради защиты поставил И всем привет, дорогие друзья Меня зовут Константин Кулик Это канал KK Gaming И мы с вами сегодня играем в БТД Баттлс И сегодня у нас с вами соревнования на босс аренах Третья часть Вторая часть не получилась Но мы ее переснимем, не беда Будет первая и третья Так вот У нас сегодня Blue Nervia Swamp Это почти самая легкая босс арена Очень длинная карта Очень много всяких интересных подходов И я играю с рандомным чувачком Окей Ну давайте посмотрим Что он из себя представляет Если у нас, конечно, начнется раунд А я очень надеюсь, что он все-таки начнется И меня не выкинет с этого соревнования Да, началось Окей И, кстати, у меня есть дэмэдж буст, наконец-то Так, так, так Здесь Хочу, наверное, попробовать Salted Wounds Будем пробовать Я хочу пойти с экономикой И будем играть Точно, я знаю Бум Теперь Субмарина и Кобра Да Да, я видел эту тактику кучу раз Она очень опасная Хорошо Хорошо Это будет просто нечто Друзья Я попробую для вас ее провернуть Не просто, но возможно Помните, что такое вещь Что на карте Blue Nary Swamp Очень, очень много чего можно расставить Как видите Здесь Большая дистанция между башенками Раз, два, три Раз, два, три Раз Быстренько прокачиваем на один тер Слева, первого На один тер Слева, второго Хорошо И теперь мы начинаем слать экономику Мы играем против Нубасика И Бум Отлично Я вовремя кинул на него и кучовок Почему я шлю на него не синие шарики, а красные? Потому что мне нужна экономика И я очень надеюсь, что он лоханется и пропустит несколько жизней И я смогу на него использовать Salted Wounds правильно И Так, он использовал свои шипы Давай еще один и кучовок Скоро будет Так Субмариночка Раз, раз Хорошо Бум Мне кажется, я чуть поздновато его прожал Нет, он не даст мне просто так из него в жизни вытянуть Поэтому мы пока что будем немножечко в дефе играть Ого Improve Deco Boost Неплохо Но это значит, что у него нет копеико Это уже хорошо Так Если он сейчас не прокачает молниеносного мага То я смогу из него вытянуть несколько жизней А мне нужно всего 10 жизней Так, так, так Хотя тут сложно еще сказать Ну, будем пробовать, будем пробовать Наша единственная надежда Мы играем с экономикой И Нам нужно очень аккуратно это делать Мне кажется Я, по крайней мере, не мастер в том, чтобы Salted Wounds Так, отлично Он не прокачал мага Это снова дает мне надежду, что я могу что-то с ним сделать Окей Salted Wounds Мне кажется, я просто не умею с ним играть Потому что у меня никак Ну, не дают мне другие игроки На них использовать Salted Wounds Так, так, так И теперь дайте конец раунда Бум-бум-бум-бум Хорошо И теперь еще вот так Давай-давай-давай-давай И Бум-бум Как вы видите, он ни одной жизни не потерял Походу Salted Wounds мы будем Сейчас мы точно не сможем использовать Возможно, ближе к концу Так, так, так Ну-ну-ну-ну-ну Шары проходите Ну, блин, ниндзя все это дело законтрит Так, мне сейчас нужно очень аккуратненько Из-за того, что Мне сейчас нужно прокачать Barbed Darts, наверное А нет, смотрите, он даже не рашит меня Хорошо Здесь очень хорошая точка есть Для субмариночки Для реактора Она просто офигенная Вот здесь Да И я попробую на этом раунде Достать из него жизни Так Но сначала мне нужно вот здесь Так, он буст прокачал Я прокачал Barbed Darts Просто для того, чтобы не задохнуть Если Ну, вкратце Так, так, так Хорошо Мне здесь осталось еще 1400 Сейчас еще вот Так Вот так Замечательно 569 экономики И ни одного Salted Wounds Ну, такое Смотрите, я сейчас буду жатничать Я еще Salted Wounds Лупану по нему Нам все равно Плюс той экономики Это серьезный бонус Блин, ну эта точка Для реактора Она просто божественная Даже если он нас сейчас Радугой Завалутит Я просто вот сюда Втыкну пушку И Ну, продам несколько кобр Втыкну пушку 3-0 Может 3-2 Как пойдет И этого будет достаточно И сейчас Смотрите Я на него могу много хитрых рашей Лупануть Если У него есть Improved Tower Boost То есть Ну это просто Немножечко улучшенный буст Обычный буст Увеличивает скорость атаки На 80% Improved Tower Boost Это Сила первого тира По центральной линейке Буста башен Он Улучшает Все это дело На По-моему 100% То есть Немножко больше Окей И теперь Мы будем На него Очень хитро рашить Так Так На 16-ом раунде Помните Раз Два Три Бум Бум Я надеюсь Этого будет достаточно Чтобы достать Из него Жизни Либо мы его полностью убьем Либо мы доставим Достанем из него Кучу жизни Так 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 Хорошо Я думаю даже убьем Так Буст Кинут Экономика у нас есть Убили Но эта тактика Здесь точно будет работать В этом я уверен То есть Реально Это не стандартная тактика Она секретная Я называю Эти тактики Секретными Потому что Очень мало людей Их используют И еще более Крохотное количество Людей Умеют их Использовать Понимаете Так Я здесь А тут Наши подписчики Воюют Это Лайф То есть Циферный игрок У него Если сокращенно Ник у него Лайф Против Зоксина Ох Они соперничают Это круто Так Зоксин с DJF Играет Тактика идеальная На этой карте Зайдет У циферного игрока Тоже тактика Идеально зайдет То есть Тут чисто Кто лучше играет Уже Так Так Пока что Прокручиваем Зоксин нормально Зоксин защищается Ой Я бы на месте Зоксина сейчас Рашил Да Молодец Зоксин Вытащил Немножечко Дефа из него У циферного игрока Отвратительная экономика Так Зоксин обороняется Он молнией Все это дело Законтрил Вообще без проблем Циферного игрока Уже очень хорошая Экономика На месте Зоксина Я бы сейчас Пытался Как-то Больше прессовать Циферного игрока Но Зоксин Решил зажадничать Зоксину бы В 14 раунда Банк выйти Это было бы хорошо Сейчас Из-за того Что карта Это очень длинная Преимущество На стороне Циферного игрока Причем Очень серьезно На стороне Циферного игрока Вот так Окей У Зоксина Нужно на фабрику 18 или 19 раунда Выйти Лучше 18 И сейчас Циферный игрок Должен на него Послать Муапчик Скорее всего Да Но я уверен Что Зоксин Отобьет муапчик Зоксин красавец Все четко Как я сказал Сделал Хорошо У циферного игрока Очень хитрые силы У него поп-буст У него нокаут Ааа Интересно он сделал Зоксин Перепродавай Своего клейщика Молодец Так Красавчик Зоксин Только здесь Чуть-чуть Бустуй Бустуй Ну не зачем Ты продал фабрику Ну что ты делаешь Зоксин тут Плохо сыграл Будем теперь играть Против циферного игрока Так Хочу ли я против него Кобру брать Вот в чем вопрос Так У меня скоро Начнется соревнование Против этого боя Кобра Против экономики Плохо Не приносит На большую пользу Поэтому Мы пойдем С другой тактикой Так Дайте мне подумать Друзья Ну мы сейчас Что-нибудь сварганим Так 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 И сейчас Узнаем С чем мы пойдем Я думаю Либо маг Я хочу Нет Подождите Давайте пойдем Нинза Клейщик И субмарина Да Я думаю Это будет Очень хорошая комбо Так 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 Хорошо Хорошо И Это Подождите А у него Тег Мортир Глю У него Одно Ну Мортир Это полузамедление Зомой гад Она не замедляет Почти А у меня Так О Начало Наконец-то У меня Так Бум У меня будет Двойное замедление Причем Большой урон По Зомой гад Эко-чоук Я оставлю Здесь А давайте-ка мы возьмем Вот это пятнышко Потому что я Хотя нет Обычный эко-буст У меня нет выбора О У меня самолетик Интересно С самолетиком Мы можем Поконтролить Немножечко Так 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 Обычный эко-буст Буду использовать Начну с седьмого раунда И теперь Мы Вот сюда Смотрите На этой карте Столько Дефа Можно поставить Что просто Му непостижимо Окей 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 И Из-за того Что мы идем Оба с экономикой Я вам гарантирую Что это будет Очень длинная игра Так Окей И Он взял Нокаут Я уверен Он скорее всего Идет с тем же раскладом Что он шел В прошлый раз То есть это Нокаут Пятнышко Пятнышко И Пятнышко Он прокачал Сразу же Блейдшутер Ну С его тактикой У него нет выбора С моей тактикой Я себе кайфую Я могу Жадничать И жадничать Ну конечно До определенного уровня Но все равно Бум Вовремя кинул Эко-чоук Замечательно Все Мы его Эко-чоукнули На самом начале Это значит Что у него будет Меньше Хотя Ну да Немножечко меньше Экономики Сейчас увидим Сейчас увидим Также Это Ну и плюс И минус Для нас Потому что Смотрите Я Можно сказать Немножко больше Его щемлю Потому что Я поставил в начале Карты Защиту И я быстро Пробиваю Раши от игры Он И это Ускоряет То Насколько быстро Начинаются Следующие раунды Так 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 Бум 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 Субмариночка Спокойненько Все это дело Отобьет И Он не может Слать мне Бесконечные Синие шарики Именно Из-за Эко-чоукова У меня Сейчас преимущество По экономике Замечательно Замечательно Я доволен Хорошо Хорошо Так 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 И теперь Мы должны Немножечко Дальше В деф Пойти Я думаю У нас сейчас Субмариночка Под плохим углом Стреляет Потому что У нее много Дротиков Просто не попадают Так 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 И теперь Я хочу Еще вот так Ну мне все еще Ну жаловаться И как-то париться Рано Потому что Мы можем Жадничать И жадничать Жадничать И жадничать Так И теперь Скоро Мы уже Перестанем Жадничать Он знает Этот ход Молодец Тут Хорошо Он сыграл Так 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 Хорошо Все Зачем он сейчас Шлет на нас Черные шарики Это не для того Чтобы мы Жизни Типа Потеряли Это он просто Экономит Деньги И он копит На желтый раш Он скорее всего Будет нокаутить Одну из моих Субмариночек К чему я полностью готов Так Так Потому что Даже одна Субмариночка Под дэмэдж бустом Отобьет Желтый раш Понимаете Ну Субмариночка 0.2 тиры Так 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 Все Я достаточно Зажадничал Сейчас мы Прокачаемся Вот так Потому что Я знаю Что он будет Меня желтым раш Лупашить И Смотрим Угадал я Или не угадал И сейчас Мы еще Эко буст Прожмем И на восьмом раунде Бым Первый Эко буст У нас есть И Давай Давай Нет Он на девятом раунде Будет это делать Поэтому Я вот так Вот сделаю Знаете Если бы у нас Был супер Эко буст То Мы бы могли Намного Больше Так Смотрите Мне нужно Наш виджет С записью Передвинуть Так Бум 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 Мы бы могли Намного Больше Жадничать А так Мы Жадничаем В меру Так 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 Бум 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 Так Тут он Лоханулся И он Потом будет Нокаутить Еще два раза Мою Субмариночку К чему Я полностью Готов Так 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 Давайте Кому Вот так На него Лопанем Сейчас Одиннадцатый Раунд Я еще раз Эко буст Прожму Так Хорошо Хорошо И здесь Я сейчас Поставлю Клейчик Бум Ох Это будет Весело Так 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 Я знаю Что он будет Нокаутить Суббарину Поэтому Я очень Аккуратно Это все Делаю Я ее Быстро Перепродам Слушайте Я никогда Не замечал Что вокруг Суббарина Такое Поле Может Они Добавили Новую Анимацию Не знаю Не знаю Пока что Мы фиганем По нему Экономикой И еще Один Эко Буст Я Придержу На более Поздние Раунды Он сейчас Будет Нокаутить Так Бум Раз Раз 24-5 Бум Все Законтрил Хорошо И давайте Мы еще Сейчас Тогда Ниндзю Поставим Что ли Хорошо И У нас Bloom Dissolver, да. И я вам гарантирую, он сейчас либо... Так, сейчас. Либо реактор, либо Bloom Dissolver. У него нет выбора. Его тактика как бы гипотетически она идет на позднюю игру. Так, 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 так. Здесь мы еще вот так вот прокачаем. Все, замечательно. И бесполезный раш. Так, бум. Замечательно. Бум. Все. И керамику мы заклеили. Так, так, так. Все замечательно. Он... Ну, это такое, блин. Мне... Мне не нравится, как он рашит. Он мог бы и лучше. Так, так, так. Я от него большего ожидал. Я просто просчитал все его ходы и в легкую это дело законтрил. Так, так, так. В то время как мы шлем на него большую экономику. Вот так. 20 раунд. Еще один эко-буст. Плюс 120 экономики. Отлично. Не зря я взял этот эко-буст. Он нам помог. Он нам прибавил где-то 200 экономики. Так, так, так. И сейчас мы готовимся к отбивке дирижаблей. И мы легко это сможем сделать, если у нас будет достаточно большая экономика. Помните, что у него нет большого количества денег. И сейчас ему приходится... Ну, он скоро будет меня рашить. Я вам гарантирую. Тут чисто в том, как я законтролю это дело. Он не использовал свой последний нокаут. Так, так, так. Я сейчас хочу использовать саботаж, потому что я думаю, что он скоро будет меня рашить. Поэтому мы аккуратненько все это дело хотим прокачать постепенно. Так, замечательно, замечательно. Такс. Окей. Бам, 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 бам. Здесь я продаю бац, бац. И здесь мы ставим вот такого пацана. Так, так, так. И здесь еще вот так. О, замечательно. Все идет по плану. Так. Бум, бум, бум. Раз, два, три, четыре. Бесполезный нокаут, если честно. Отлично, отлично. Теперь я снова заклеиваю. Бум, бум, бум. Торможу. Снова двойное торможение. Здесь сейчас ниндзю прожимаю вот так. Сейчас еще одну ниндзю прожму. И мы дело это все законтрили. Вообще без особых трудностей. Так. Бам, бам. Здесь главное это пацана на стронг поставить. Все. Давай, давай, давай. Все замечательно. Идеально. Легкий контур. Изи. Вообще без проблем отбил его раш. И теперь ждем Зомайгада от него. Потому что Зомайгад мы тоже отобьем. Я даже без бусты это отбил. Понимаете? Из-за того, что у нас есть двойное замедление. Но. Зомайгад мне будет немножечко легче отбить. Знаете почему? Ответ прост. Потому что у меня будет First Strike Capability. Я просто использую нашу способность. И ничего он не сможет сделать. Потом, если он зарашит на меня большую, ну там, он больше пяти Зомайгадов на меня не пошлет, во-первых. Во-вторых, если он пошлет на меня пять Зомайгадов, то во-первых, я их замедлю в два раза при помощи клейщика и саботажа. Во-вторых, я просто лупану в них несколько First Strike. Понимаете? То есть это легко. Это жизнь. И он до сих пор не показал своего клейщика. Я не понимаю, зачем он это делает, но пусть делает мне-то что. И он сейчас снова начал копить денежки. А, он готовится к отбиву. А, нет. Он тупо от раундов защищается. Ну, ну, не лучший вид игры от него. О, наконец-то он поставил своего клейщика. А я могу не париться по поводу дефа, потому что у меня две Блунжицу и Блун Дизолвер. Или как его называют? Блун Дизолвер это то, что он сейчас прокачал. А у меня это еще следующий тир. И как он называется, я не знаю. И смотрите, мне сейчас нужно по максимуму слать экономику. У меня экономика намного больше, чем у него. Я вам гарантирую. А если точнее, то я думаю, у него где-то плюс-минус две тысячи, не больше. И за счет того, что я вот так вот разумненько распорядился экономикой, и все время, что я слал, он это время ставил деф. И мы получаем значительное преимущество над нашим соперником. И я специально денежки накапливаю сейчас. Так, так, так. 27 раунд. Мы поставим потом второго Блун Дизолвер. Я думаю, он от игры сдохнет. Либо он начнет нас рашить. Я не собираюсь его рашить, я буду играть в дефе. Потому что моя тактика намного лучше, чем у него. Ну, в правильных руках, понятное дело. Окей, окей, окей. Так, мне там пишут в Дискорде, надо бы его закрыть, но я не могу отвлечься от этого, поэтому потом закроем Дискорд. Хорошо, хорошо. И сейчас субмариночка у нас чисто для способности служит. И как вы видите, во-первых, четвертый тир Клещика намного сильнее, чем то, что у него так задолбали. Идите нафиг, не пишите мне в Дискорде. Все, закрыл Дискорд. 28 раунд. У меня почти 5000 экономики, у него где-то 3, 3 500 в лучшем случае. Также у него кончились нокауты, у него возможно, я думаю, пятнышко кислотное. И... Так, давайте мы прокачаем здесь еще одно Blonde Dissolver, просто тупо продемонстрировать, что у нас дофига бабла. Так, бум. Окей. Два Blonde Dissolver помогут нам с маабами и керамикой. Так, 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 хорошо, хорошо. Я продолжаю слайдшары. Его тактика значительно слабее на поздней игре. Думаю, на 33 раунде он проиграет. Вот так. Моя тактика держится до 40 раунда смело. Хорошо. 5000 экономики это цифра, с которой я уже спокойно живу и даже если мы перестанем сейчас слать экономику, то мы в шоколаде. Но наш реактор нам в принципе помогает. Он создает такую безопасность, если можно так выразиться. Все, я сейчас немножечко в деф пойду. Мне сейчас просто нужно смотрите, на этой карте я не знаю почему, но именно на данной карте мы можем втыкнуть намного больше башенок, чем на других картах. Так, здесь мы куда-то вот сюда втыкнем сейчас бам-бам-бам. Хорошо. Здесь мы саботажик втыкнем и видите, он уже начинает задыхаться. Так, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. И вот я остановился 5730 экономики. Все идет по плану. Теперь я вот здесь поставлю заготовочку. А-а-а... А-а-а-а... И как вы видите, просто из-за того, что у меня такая гигантская экономика, я спокойненько все это дело законтрил. Так, я хочу ровно 6000 экономики попробовать сделать. Так, 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 и давайте посмотрим. Еще шлем, шлем, шлем. И... О, ровно 6000, отлично. Еще и без корректировки. Так, я сейчас пока что расставлю больше дефа. Так, так, так. Так, видите, мне даже не пришлось эти дирижаблики тормозить. Вот ему сейчас будет очень тяжело, потому что на 33 раунде дирижаблики достаточно плотные. Если я даже один зомайгат на него пошлю, то он проиграл. И я вам это продемонстрирую скоро, потому что мы можем с такой большой экономикой послать на него один зомайгат, понимаете? Но пока что я просто буду расставлять здесь башенки и кайфовать. Будем таки издеваться. Возможно, я назову это видео «Нулевой тир ниндзи все еще работает». Вот что-то такое. Чтобы заинтересовать вас, друзья, чтобы вы кликали на наши видосы. Потому что сейчас конкуренция на ютубе достаточно крупная. Ну, непросто все это дело. Ого, у него лодочка. Ууу, молодец какой. Так, а я тупо уроном это все дело затащу. Стопе, стопе, стопе. Нет, я сейчас шмальну в него два зомайгата. Потому что у меня меньше жизни, и на 40 раунде он победит. Если вдруг... Так, 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 так. Раз, два, три, четыре. Хорошо, хорошо. Посмотрим. Я сомневаюсь, что он отобьет эти зомайгаты. Если отобьет, то молодец. Ну, я сейчас необходимое количество дефа поставлю. И потом мы будем его дорашивать. Так, так, так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, хорошо. На 34 раунде зомайгаты уже очень плотные. И отбить их тяжело. Сразу говорю. Поэтому... Так, вот сюда мы поставим еще вот такого парнишу. Он даже не покоцал на 20% эти зомайгаты. Вот настолько они плотные. И у меня все еще 4500 экономики. Помните, друзья? О, неужели? На 10% он закоцал. Так, так, так. Он начал спамить. Сейчас прожмет поп-буст. А я ему еще одну парнишу засуну. Давай, давай, давай. Без шансов. Так, так, так. И... Ему сейчас от игры будет тяжело. Обожаю свою работу. Так, так, так. А мы в это время просто как на курорте. Так, раз, два, три, четыре. Раз, три, четыре. Сейчас еще жестче раунды от игры пойдут. Так, и скоро я пошлю на него еще один зомайгадик. Так, он на 20% закоцал самый первый зомайгад. Второй еще не закоцал. Так, я сейчас пошлю на него еще один зомайгадик. И... Он возьму... Если он пробьет, будет хорошо. Потому что я не уверен, успеют ли они до конца дойти до 40-го раунда. Так, так, так. И... Ну, сейчас посмотрим. Давайте-ка мы еще один зомайгадик на него лупанем. Его эти мейлстормы вообще ничего не дают. Что он спамит эти способности, что они спамят. И он неправильно это отбивает. Как бы сделал я на его месте? Я бы сделал здесь кучу-кучу лодочек. Вот авианосцев. Авианосцы имеют очень хороший урон. О, замечательно. Он сейчас будет пытаться эти бфбшки схавать при помощи кораблика. Но еще от игры сейчас бфбшки идут. Отлично, отлично. Хорошо. А я шлю дальше на него эти зомайгадики. Оп-оп-оп. Проходят дальше. Отлично. Отлично, отлично. И теперь... Ну, сейчас посмотрим. Он так потненько отбивает. Достаточно. Так, он поп-буст наконец-то прожал. Так, я сейчас хочу еще пару наших продать. Мне вообще не сложно это все дело. Так, мне нужно, во-первых, замедлять. Двойное замедление включать, чтобы помедленнее раунд дошли. Так, 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 так. И теперь... Бум. Включил я замедление полное. Возможно, он победит наступу по времени. Но, блин. Если честно, даже если он победит, для меня он не победил. Он играл не очень в данном бою. И мне вообще не нравится. То есть, победит он, не победит. Мне уже не важно. Я знаю, что он хуже играет. И... Ну, хуже меня. И... Ну, так себе. Я не гордился бы победой, которая достигнута не скиллом, а просто в удаче и с временем. Потому что в обычной игре у него нет шансов против меня, друзья. Так, так, так. Бум. Бум-бум-бум-бум. Мы сейчас тормозим еще раз. Зачем я торможу? Чтобы просто дольше длились раунды. У нас до 40-го раунда, по-моему, это все дело. Так, бум. Мы еще раз тормозим. С двойным торможением. Так. Он сейчас хавает все бейбишечки. Сейчас еще одну схавает. Ну, он это делает, в принципе, неплохо. Но, блин. Что сказать. Я недоволен тем, как он играет. Мой экзамен он не прошел. Вообще не прошел. Так, так, так. И... О! Замайгат на полной скорости идет. Отлично. Это хороший знак. Это хороший знак. Значит, у него там нет клейщика. Хорошо. Замечательно. Я вовремя прожал саботаж. То сейчас весь 40-й раунд будет замедлен автоматически. Так. Убираем этот саботаж. Сейчас еще один саботаж прожмем. Хорошо. Хорошо. Он себе дальше. Он сейчас будет хавать эти бейбишки стараться. И тут не заклеенный зомайгат. И что-то мне подсказывает, что это наша победа все-таки будет. Ладно. Давайте мы добавим ему несколько бейбишек на карту. Так, 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 так. Это просто, чтобы он не успевал все это дело схавать. Так, 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 так. Замечательно, замечательно. И здесь мы тормознем. Так. Мне просто не нужен этот деф. Так и так. Я его чисто ради защиты поставил. Отлично. Вот здесь уже зомайгат. И мне сейчас нужно еще раз прожать. Давай, 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 давай. Проходи дальше. Проходи. Он пытается схавать последних пацанов. Если этот пройдет, то... Нет, походу мы здесь не победим. Так. Окей. Бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Буц-буц. Хорошо. Ну-ну-ну. Или победим. Или не победим. Вообще непонятно. Давайте, проходи за майгат. Дальше. Чуть-чуть еще. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, давай. Зараза. Пять, четыре, три. Кто победит? Кто победит? Два. Да. Меня дисквалифицировали. Вообще, я недоволен тем, как он играет. Ладно. Оставим критику на потом. Я думаю, я и так достаточно прокомментировал его ошибки в данном бою. Окей. Моя единственная ошибка, что я не начал раньше его рашить. Все. Больше у нас не было ошибок в данном бою. Каких-то ощутимых. Окей. Окей-окей. Давайте... Сейчас я перезайду в турнир, чтобы у нас снова ники появились. И я знал, на какие повторчики нам нажимать. Хорошо. Окей. Шершень. Давайте посмотрим шершня. Интересно. Интересно. У него очень большое мнение о себе и о своих навыках игры. Понимаете? Поэтому будет забавненько посмотреть. Он играет с DGF. Хорошая тактика, которую я вам рассказал, друзья. Если вам интересно, то посмотрите ее на канале. Так, так, так. По ней есть и... Как бы вводное видео и гайд, и все вместе. Хорошо. Он играет против плеера. Пока что, в принципе, бой нормальный. Кстати, друзья, я достаточно критично сейчас буду относиться к этим боям. Опять же, вы... Ну, я четко прокомментировал, что... В честном бою не победил бы меня циферный игрок. Поэтому я не признаю поражение. Вот. Окей. Теперь... Плеер играет с вертолетом. Очень странная у него тактика. Он быстро проиграет. Он еще эко-бусты на начальных раундах использовал. Позор ему. Так, так, так. Окей, окей, окей. У него у соперничка эко-буст, селфриз и бигблум битдаун. Эко-буст, понятно, увеличивает экономику на 6 умножить на число раунда. Селфриз запрещает продажу башен сопернику на, по-моему, 15 секунд. Бигблум битдаун. Это удвоенный урон по дирижаблям. У шершня. У него Better Soil, Camash Red и EcoNorth. Он неправильно использует Better Soil. Есть фишечка, которая может увеличить денежки с этих способностей. Я вам ее когда-то показывал в прошлых соревнованиях, друзья. И если что, то обязательно в будущем тоже покажу, когда буду играть с фермами. И также... Что мы видим? Он все еще неправильно использует. Camash Red это... Он что, олаутит его? Да, он его олаутит, потому что он видит, что ему нечем отбивать. Рискованный ход, потому что у него мог оказаться MailStorm. И тогда Шершень бы проиграл. Но он взял риск на себя. Давайте посмотрим, где еще наши подписчики. Так, вот тут Зоксин был. Шершень. Циферный игрок. Странно. Другие ники я не помню. Так, окей. Давайте посмотрим битву Шершня и циферного игрока. Окей, окей, окей. Шершень идет с DGF точно так же. Циферный игрок идет с... С... О, нокаут. Ого, интересный приемчик. Четыре жизни осталось. Окей. И циферный игрок идет с экономикой. И похоже, он взял почти такую же тактику, что и я. Только он взял не клейщика, а лодочку, чтобы хавать БФБшки. Ну, так, Шершень молодец. Поставил еще один пулеметик. И легко этим пулеметиком можно добить. И у циферного игрока осталось всего два нокаута. Зачем он продал? Вот это была ошибка. Потому что... Хотя, может он хотел вытянуть еще один нокаут из циферного игрока. Я не уверен. Но с четырьмя жизнями ты не можешь продавать. Вот, видите, он снова поставил и потерял на этой бездумной операции денежек. А циферный игрок продолжает его рашить. Четыре жизни. Это очень такой скользкий путь. Уже две жизни. Там прошло пару шаров, понимаете? Срочно качай своего пулеметчика на первый тир справа с верхнего. Окей, прокачал. Законтрил. Ну, не легендарный контроль пулеметиков, конечно. Сейчас он все шары вот на этом пути будет сбивать. И он не рашит циферного игрока. Фермочки. Я не понимаю, почему он не ставит еще одну плантацию. Оп, поставил, додумался, вспомнил. Хорошо, хорошо. Better soil. Слишком рано. Слишком рано он использовал эту силу. Нет необходимости в ней. Я бы подождал немножко. Циферный игрок его очень хорошо прессует в данном бою. И без шанса. Так, о, нокаут, нокаут, нокаут. И... Кемаш Ред это не буст. Кемаш Ред это не буст, блин. Он не будет никак усилять. Он просто очень, очень хорошо пробивает камуфляж. Больше ничего. Зачем он играет с Кемаш Ред? Мой мозг взрывается. Кстати, прикол в том, что я в прошлом бою ни разу не бустанул свою башню. Интересно. Сейчас циферный игрок играет против Зули 68. Так, ладно, давайте тогда мы сейчас, Баринка, в Дискорде напишем Шершню. Или Демасу. Что его Кемаш Ред бесполезен. Ему нужно... Демас, лучше возьми... Рэнч Буст. Кемо Шред. Работает только против камуфляжа. Окей. Написали. Все. Я доволен. Теперь ждем финала. Давайте пока финал. Посмотрим, как этот Зули играет. Потому что он дошел до финала. Мы не можем посмотреть этот реплей. Почему-то, может он читер, не знаю. Окей, окей, окей. Май Турнамент. И сейчас... Заходим в соревнования. Заходим, я сказал. Так, так, так. Хорошо. Ну ладно. Блин, не, я не хочу их в бой смотреть, потому что в начале это скучно. Поэтому мы начнем с прошлых боев на удвоенной скорости. Так. Ябо Ив... Подождите. Ябо Айви Соус 1, 2, 3. Окей. Его ник ничего не значит. Он просто соединил слова, понимаете? И то слова со сленгом с английского. Окей. Теперь Зули играет с Теглу Фарм. Он... На нем использовали Салтед Вунс. Да, на нем использовали Салтед Вунс. И сейчас его соперничек ничего не получит. Он прокачал Блэйд Шутер. Окей. Окей, окей, окей. Теперь Ябо продолжает его рашить. У Ябо очень странный расклад. Очень плохие. Ну, у него бусты неплохие. То есть у него Салтед Вунс. Шипы. И Рэнч Буст. У Зули Лонгер Буст. Насколько я помню, это сила либо второго, либо третьего тира. И она длится... Это буст, который длится целых 20 секунд. Что-то такое. И у него шипы и обычный буст. Я не понимаю, почему новички так хотят эти шипы. Просто без шипов отбивать не так сложно. То есть без шипов просто нужно немножечко подучиться, как играть со своей тактикой. Вместо шипов я рекомендую всем новичкам брать Эко Буст. Он дает вам очень большое преимущество над соперником. Если вы играете с экономикой, естественно. Так, так-так, сейчас он поставит Клейщика. Нет, он поставил Мага. Странное решение. Мага он не поставил на Strong. Это все тоже странное решение. Он тупо прокачал его на Молнию. И я бы хорошо использовал на нем Салтед Вунс, насколько я понимаю. А может и нет. Он использовал его, но немножко поздно. И из-за этого он не смог улучшить. Так, здесь просто тупо бустануть нужно было. Потому что Кольцо Огня хорошо, но надо было продать этого мага, лупануть Мелл Сторм. И тогда он бы отбил. Ну, нет у меня впечатления хорошего от Зули. Обычный игрок, который не боится рашить. Новичок. Циферный игрок, он немножко менее новичок. Но, блин. Опять же, в честном бою он меня не побеждает. И он снова использовал эту тактику. С лодочкой. Так, так, так. Нокаутировал у Зули эту штучку. У него все еще два нокаута. И ждем. Ждем, ждем, ждем. Окей, окей, окей. Так. У нас с вами... У них абсолютно такие же силы, как и были в прошлых соревнованиях. Так. Зули целых пять серий шаров свинцовых послал. И из-за того, что эта карта настолько, по-глупому, длинная, сейчас он просто... А! Он свою кислоту решил использовать. Он жадничает против... По-моему, кислота сейчас уже испарится. Он снова использовал кислоту. Ну, блин. Неразумно. Я бы на его месте просто продал свою лодочку Barb Darts и... Поставил здесь эту реакторную субмариночку. Нет, слушайте, реально, с обновлением 6.7 они добавили текстурку к реактору. Смотрите, если мы сейчас присмотримся, где у меня курсор на реакторе, то у реактора сейчас есть такой, как плюсик вокруг первого такого кружочка с радиацией. И этот плюсик, бледненький, все время вращается вокруг оси. Помимо вот этого верхнего круга. Такс. Он начал рашить его камуфляжем. Он продал свой реактор. Это All Out. Все. Это победа. Да. Ну, блин. Ничего страшного. Тоже интересно. Циферный игрок победил. По моему мнению, не нечестно. Но по правилам этого режима честно. Что у нас по силам? Слушайте, может мне тоже этим пятышком пользоваться? Не знаю, не знаю. Но посмотрим. Окей, друзья. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, друзья. И подпишитесь на канал. Также не забудьте вместе с нами смотреть наши премьеры, которые выходят каждый день. И написать комменты. Я отвечаю абсолютно на все комментарии под каждым видео. И это очень круто. Я отвечаю на ваши вопросы. Напишите, какие тактики, какие карты вы хотите видеть на соревнованиях. Друзья, не забудьте также поделиться роликом с друзьями. Это помогает развитию канала. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok